Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу показать вам свой заказ Фаберлик по четвертому каталогу. Мне также пришел пятый. Мы с вами, как всегда, сделаем обзор, обсудим, что будем покупать. У меня заказ вышел на 2766 рублей. Большинство продуктов я приобрела по купонам. И пойду я, наверное, прям по каталогу. Первое, что купила, это дизерабль водичка. Когда она только выше, она стоила 799 рублей. Я такая, все, я больше не буду покупать полные версии водичек Фаберлик, потому что полные версии не совпадают с пробниками. Но у меня есть 7,5 мл версии этой водички, которую я не могу найти почему-то. А нет, все, нашла. Вот такая. И, знаете, этот аромат мне полюбился. Видите, я здесь ощущаю шоколад и еще что-то свежее, даже немножечко мятное, что ли. Мне действительно нравится, хорошая стойкость, и меня манит флакон. Наконец-то эта водичка у меня есть. Она мне обошла 70% купоном за 300... Сколько, сколько, сколько? По-моему, 369. Что-то такое. Вот, 384 рубля. Это, блин, это очень классная цена. И давайте откроем эту водичку. Естественно, я оставлю себе. Кстати, знаю, что она полюбилась многим. Ее нет на складах даже в большинстве городов. Но у нас, слава богу, есть. Причем у меня был еще один купон на 60% скидку. И там эта водичка выходила 519 рублей, что ли. Я решила ее, ну, не покупать дополнительно. Я не могу, блин, открыть. Сейчас я тогда за кадром, за ножницами схожу. Прям, знаете, такая слюда очень крепкая, неожиданно. И, кстати, очень красивый сам не флакончик даже, а коробочка вот эта. Причем она матовая, такая шершавенькая. Постарались Фаберлик, молодцы. И сам флакончик. Я прям очень хотела этот флакончик в коллекцию. Да, он такой красивый. Кстати, по размеру практически как в каталоге. И он темнее. Да, видно этот градиент. Здесь прям черное практически. Здесь темно-красное. Очень красивый. Прям очень. Единственное, сейчас буду молиться, чтобы совпадал аромат с тем, что нам предоставили в версии 50 мл. Задолбал закрываться этот каталог. Кстати, крышка пластик. Прям пластик-пластик. И давайте брызгаться. Да, он совпадает с версией 7,5 мл. По первым нотам так точно. Да, да. Это одно и то же. Очень рада. Очень рада, что у меня есть теперь этот ароматик. Спокойно отложу теперь версию 7,5 мл. Она будет дорожная. А этой я буду пользоваться. Сейчас зимой меня прям пробило на этот ароматик. Дальше. Это я все уберу. Также по купонам. У меня на декоративку были плохие скидки. Там что-то 45% и всего один купон был на 55%. 55% я потратила на тональную основу. Попозже я покажу. А 45% я потратила на помадку. Хотела вот эту коричнево-бордовую. От 404,70 на 95 странице. Сейчас покажу. Знаете, не скажу, что она прям такая бордовая. Скорее, да, это коричневый. Красивый оттенок. У меня есть оттенок лиловой орхидеи. Но его почему-то нет в каталоге. И только вот этот вот бордовый. Ну, да ладно. Я его все равно хотела. Еще подумываю прикупить шоколадный трюфель. Вообще все оттенки, мне кажется, носибельные и красивые. Так, у меня, походу, вот эта штучка была вскрыта, что ли. Непонятненько. Обычно фиг отклеишь, и тут спокойно открутилось. Как всегда, вот такой вот у них спонжик в виде лопатки какой-то. Кстати, эта помада мне нравится, когда носишь без каких-либо подложек. Потому что карандаш или еще что-то может сбить стойкость. И сама помада наносится не так тонко и ровно. Ну, где фокус? Вот такой. Ну, да, знаете, это прям коричнево-бордовый. Очень-очень похож на мой любимый МОКО из линейки Модельер Цвета, который отпечатывается на зубах. Поэтому, блин, я очень рада, что купила этот оттенок. Пахнет точно так же, как и лиловая орхидея. Чем-то сладеньким. Лиловая орхидея отлично на мне лежит именно без карандаша. С карандашом начинает немножечко как-то комковаться, что ли. А без карандаша тоненько так ложится, красиво. Да и сам спонж достаточно удобный, чтобы без карандаша его ровно нанести. Довольно покупкой. Обошлась мне эта помадка в 220 рублей. Я считаю, что это хорошая цена. Вообще, новая линейка и Фаберлик меня порадовала. Я покупала в прошлом каталоге, уже показывала полноразмерку вот этой помады. И, кстати, фото на губах уже выложила в Инстаграм. Там 617-й кофейный нюдовый, 18-й, 19-й у меня есть в пробниках. Тоже надо будет как-то не забыть и выложить вам. Дальше. Я пропустила, знаете, вот эти палетки. Была возможность купить за 500 с лишним рублей. Я считаю, что свои денег не стоят и не стало тратиться. Без купонов я купила карандаши для бровей. И потому что у Фаберлик просто шикарные карандаши для бровей. Я считаю, что одни из лучших. Цена со скидкой для меня была 159 рублей. Я считаю, что это, ну, знаете, так дешево даже. Потому что я купила сейчас карандаши от Катрис. Обошлись они мне рублей в 180, что ли. Потом покупала я от Vivienne Sabo за 250 где-то. И вот больше всего мне понравились Фаберлик. Потому что Катрис, они слишком мягкие. И если, скажем так, у вас дернется рука, еще что-то. Настолько он легко рисует, что очень легко сделать неровную бровь. Мне это не нравится. А Vivienne Sabo как-то оттенки мне не подошли. Они слишком теплые, что ли. Здесь же у меня два оттенка в наличии есть. Это светло-коричневый. Я уже говорила, что подойдет всем блондинкам. Очень нравится. И так, каштановый, да, забываю название. Это очень холодный, который подойдет, ну, по сути, всем от труса до брюнеток. Вот, очень классные карандаши. Многие жалуются, что быстро заканчиваются. Но, как по мне, так микропенсил, они все быстро заканчиваются. Это раз. Во-вторых, ими не стоит заполнять бровь. То есть многие прям полностью бровь заполняют. Конечно, там не напасешься. Ими легко делать волосковую технику и прорисовывать, скажем так, контур брови. А заполнять нужно чем-нибудь другим. Потому что такие карандаши, они не созданы для заполнения. Скорее просто убрать проплешины, дорисовать волоски. Они созданы именно для этого. Дальше, на что я потратила как раз-таки свой купон 55%. Ой, да, 55% был. Мне Свекровь написала, что ей очень понравился вот этот тон. Причем крем не подошел, потому что он скатывался, говорит, как-то. А тональник она оценила именно с осени. На теплое время года я дарила ей весной. Она летом пыталась им пользоваться, ей не зашел. А вот с осени она вот эту версию, часть именно, которая с тональной основой, ее добила. И попросила купить новый. Обошелся он мне со скидкой в 306 рублей. Вот. Будет подарок на 8 марта. Моей Свекрови около 50 лет. Если что, она говорит, что как-то впитывается. Не нужна никакая пудра дополнительно. Не подчеркивает морщинки и так далее. Вот. Поэтому имейте в виду. Дальше помада новинка. Насколько я помню, да, это суперстойкая формула, матовый финиш, все дела. 199 рублей. Мне со скидкой обошлась в 159 рублей. Я взяла оттенок 40735. Это карамельный. Раньше у них была стойкая помада вот в таком же футляре. Я, знаете, по старой памяти купила, потому что здесь был очень красивый оттенок 4641. Это такой лиловый, с золотыми блестками. Мне нравится оттенок. Пахнет детской косметикой. Этой помадой я пользуюсь крайне редко. Она очень сушит мне губы, как-то их стягивает. Но все равно я ее люблю. И решила попробовать новинку. И как раз таки сейчас посмотрим. Оттенок, как по мне, так с каталогом совпадает. И сводч. Сводч. Очень приятно, кстати, и тонко наносится. Красивый оттенок. Мне кажется, их можно даже как-то скомбинировать. Если вот это начнет сильно прям как-то комковаться, то можно сверху вот это нанести. Насчет аромата. Вот уже второй раз пытаюсь его уловить. Его как будто просто нет. Это очень странно. Дальше. Ну, бархатный сезон я не стала покупать. Потому что у меня есть почти все оттенки. Я постараюсь не забыть. И в описании, в прикрепленных сообщениях, составить ссылку на сводчи тех оттенков, которые у меня есть. По-моему, штук 6 или 8. Так. Дальше. Тушь для бровей. Да. Я в прошлом каталоге лоханулась и купила подороже. Но зато я узнала, что продукт крутой. И в этом каталоге уже затарилась. Я взяла оттенок 57-56. Это самый светлый. И 57-57. Это средний. Темный хотела купить, но передумала. Потому что я решила, что вернусь к своему цвету волос. Перестану подкрашиваться хной. Поэтому взяла два самых светлых. Темный покупать не стала. А тушь для бровей мне очень понравилась. Потому что у нее хороший такой ограничитель. Хотя я все равно, знаете, всегда об горлышко убираю лишнее. Хорошо расчесывает, прокрашивает, фиксирует. Прекрасный гель. Обошелся мне в 159 рублей. Отличная цена. Здесь, кстати, объем 5,5 мл. Тушь для бровей от Avon и Catrice, которые я приобрела. Они по 3,5 мл. И намного дороже. Считаю, что Фаберлик даже лидирует. Но у Фаберлик консистенция другая. У Фаберлик это более кремовая текстура. А у Avon и Catrice она пожиже намного. Так, дальше. Купила я по купону. У меня там на уход процентов, наверное, 60 было что ли. Или 55 также. Взяла маме клеточный ночной крем. Ультрапитание для сухой кожи. Я так понимаю, что... Артикул. Где артикул? 0,729. Вот он. 499 рублей. Мне он обошелся в 208 рублей со скидкой. Я считаю, что это выгодненько. Ни разу ничего не покупала из этой линейки. И решила вот маме подогнать. Потому что последний раз крем я ей дарила, по-моему, осенью. Ну, перед Новым годом-то. Это был крем от Ифраше, ей и свекрови. Свекрови крем не зашел, а мама что-то промолчала. Не знаю. Думаю, отвезу. Прикольная баночка. И все хвалят. Говорят, Горда Рико очень хорошая линейка. Вот и посмотрим. Моей маме тоже около 50 лет. Так, дальше. Что еще у меня осталось по закладкам? Также маме я купила спрей двухфазовый питательный для всех волос. 349 рублей в каталоге. У меня была, не помню, какая скидка, но, по-моему, больше 50%. И обошелся он мне в 110 рублей. Не первый раз покупаю. Кстати, он, знаете, так, не до конца наполненный. Маме нравится, потому что она тоже, знаете, такая, если я прям в хлам кудрявая, то она такая скорее пушисто-волнистая. Ей нравятся такие спреи, потому что они прибивают вот этот весь пушок, волны, и прическа выглядит более аккуратно. Поэтому отвезу ей, думаю, у нее уже должен подзакончиться тот, который я покупала ранее. Дальше решила, я уже говорила, когда мы обсуждали с вами этот каталог, что я повторно приобрету напиток гидрейн. Концентратный напиток путаю. 399 рублей, обычно по 500 было, тут 399 это хорошая цена, 319 рублей это моя. И я хочу снова дать ему шанс, потому что осенью я скинула 1,5 кг, и мне интересно, как бы эта штука повлияла или нет. Посмотрим. В общем, буду пропивать дополнительно еще раз. Осталось у меня несколько продуктов. Кстати, тут карандаш, я, получается, темных карандашей даже два взяла. Каял. Я сейчас шаги прохожу, и за 75 рублей можно было купить Каял. Это уже второй. Первый я приобрела также, по-моему, по шагам. Я регистрировалась много раз и отдала его маме, потому что у нее коричневые карандаши тоже уходят, а он очень мягкий, с ним легко работать. В каталоге его, интересно, реально найти или нет. По сути, наверное, да, можно его найти. Стоит он обычно 119 рублей, что ли, что-то совсем так недорого. Но тут за 75 рублей я решила взять, потому что с ним легко работать в том плане, что он не быстро застывает. И вообще, кстати, на слизистую он не держится. Он мне подходит для прорисовки стрелки, такой, знаете, прям межреснички. Его легко растушевывать. Да, вот 199 рублей на самом деле. По-моему, нет, не 119, 149 рублей на него цена бывает. У меня оттенок 50... Какой? Какой? 54-36. Необитаемый остров. Это, знаете, такой классический коричневый. Я еще не знаю, оставлю себе или же все-таки я его кому-то задарю. Классные каялы, но на слизистые не держатся. Потому что я когда у девочек даже спрашивала, посоветуйте светлые каялы, они такие, ой, все, фаберлик, фаберлик, фаберлик не держатся. Даже если у вас там сухая слизистая. Многие говорят, ну, сухую слизистую нужно носить. Кто-то закрепляет тенями, я тенями закреплять не могу. У меня очень сильно от этого слезятся глаза. И вообще-то, знаете, весь макияж по звезде летит. Именно, ну, для слизистой не подходит, скажем так. По баллам я взяла два продукта. По рублю они мне достались, получается. Во-первых, это бальзам для рук и ногтей. Я пробовала его один раз у мамы, потому что ей его дарили. А цена в каталоге обычно бывала, по-моему, 99 рублей. Тут за 15 баллов я решила купить. Очень красивое оформление. И я думаю, будет хорошим подарком. И также на подарок взяла роза и сандал. Это крем-масса для тела. Цена обычно рублей по 300, наверное, в каталоге. У меня подруга любит крем-масса от Фаберлик. Единственное, не знаю, как зайдет ей аромат. Но оформление, в принципе, крутое. Ну, в общем, потратила баллы. Опять-таки, довольна. Вот, вроде все, весь мой заказ. Быстренько я отстрелялась. Будем с вами обсуждать пятый каталог. Если честно, я его еще даже вообще не смотрела. Что там, как... Ну, если мне удастся его пропустить, будет вообще круто. Потому что каталоги в последнее время для меня весьма скучные. Вот этот четвертый, он хорош в том плане, что были средства для бровей по хорошей цене. И были купоны. Так бы у меня заказ, я не знаю, на полторы тысячи набрала бы я или нет. И вот посмотрим, каков будет пятый каталог. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить последующие видео. Пишите, какие у вас были покупки в этом каталоге. Какие вообще у вас есть фавориты и антифавориты в компании Фаберлик. Буду ждать ваших комментариев. И всем пока-пока!